капец они хрустящие реально привет сегодня мы будем с вами готовить овощные бананы или так на речи не плантан я хочу вам показать три способа его приготовления погнали что из себя представляет данный вид бананов это он вот так выглядит на самом деле он очень схожий с обычной привычной для нас бананы и я хочу вам объяснить точнее рассказать много-много лет когда мы были на отдыхе ну точнее я до этого момента слышала что существует такие вид бананы но в жизни никогда не видел и мы зашли в магазине накупили и и начали их просто чистить и есть и мы таки что это за гадость а потом через время я вспомнила что как бы они должны сначала пройти термическую обработку и после этого их можно кушать ну давайте не будем терять время я вам покажу как они выглядят внутри они чистятся достаточно тяжеловато то есть это не как обычный банан и желательно сделать вот такие разрезы по бокам кстати если плантан у вас снаружи черный а скорее всего он за внутри будет чистенький и аккуратненький я вам вот эти разрезе плантан чаще всего использует его в странах там где нет общину и его используют как хлеб потому что у него достаточно схожий вкус как хлеба видите как он трудно трудно чистится мне нужно время о пошел пошел наконец-то я его почистила и честно это наверное самое сложное что вам предстоит столкнуться именно спонтанно потому что он очень тяжело чистить и так я буду нарезать наша плантан на несколько вариантов то есть я перед вариант его нарежу обычными вот такими шайбами другой вид я нарежу на вот такие более толстые скажем кружочков и наш последний вид я с помощью чистка для овощей будут делать вот такие полоски на полоску и вот так все будем делать с нашего плантана и так у нас три варианта нарезки нашего плантана и пока у нас алия будет нагреваться мы займемся соусом у нас будет самый обычный не сложный соус на основе майонеза и йогурта и чесночка как всегда потому что чесноком всегда все вкуснее мы отправляем одну ложку майонеза одну ложку йогурта размешиваем и чесночка нам нужно почистить и мелко-мелко надрубить можете это все сделать намного быстрее через прессом но у меня его нету поэтому помощь так мелко мы его надрубили отправили чтобы он там соединялся выдавал свои эфирных масловых майонезиками йогуртом размешали и добавляем по вкусу соль ну куда же у нас без соль маленькая щепоточка и отправим очень чуть-чуть вообще капельки острый соус буквально чуть-чуть но все зависит конечно то острого соуса но у меня он достаточно острый а я хочу просто пикантность добавить одна капелька хватает потому что меня просто бомбический соус размешали и добавляем конечно черный молотый перец все наш соус готов пусть он там себя чилить и готовить а сейчас я проверю готовы ли наше масло я беру деревянную лопатку ставим пузырьки идут все у нас все замечательно первое что я буду готовить это вот эти кружочки мы их просто по отдельности то есть мы их не берем вот так и их не отпускаем потому что они прилипают друг другу поэтому по отдельности мы их будем так пускать они жарятся буквально очень быстро поэтому мы не уходим далеко нам нужно вот такая знаете золотистый золотистая золотистый цвет только не делайте чтобы он сгорел потому что тогда он будет очень твердый и не вкусный так у нас первая партия пожарилась снимаем с плиты чтобы они уже становились черными как негр поэтому мы это все снимаем даже я вам скажу так плантан очень похожа на картошку фри поэтому если вы любите картошку фри но она вам надоело уже хотите какой-то эксперимент и вы находит нашли в вашем магазине плантан берите смело я думаю что он вам понравится а из одну вы откройте новый мир кулинарии плантан я буду отправлять наши полосочки вот эти их вообще очень быстро нужно обжарить даже я чуть уменьшу температуру потому что они у нас сгорят так их обжариваем очень очень быстро потому что они у нас очень очень тоненькие вот как выглядит наши обжаренные бананы это вторая наша порция буквально как чипси тоже их отправляем у нас в тарелочку так вот наши большие кусочки плантана тоже уже готовы и сейчас что мы делаем мы помешаем их в серединку сверху накрываем тоже бумагой главное чтобы они были теплые и берете то что у вас есть большая плоскость и вот так вы придавите как будто из под прессом придавили и вот какой у вас блинчик получился и так делаем со снаши все другие блинчиков главное чтобы они были теплые чем даже горячие наши кружочки уже готовы и мы обратно их отправляем во фритюре ой во фритюре ну типа домашний фритюр на пару минуточек так чтобы они везде получили вот такой золотистый цвет наш овощной банан готов это замечательно как по мне закуска и как по мне она очень круто смотрится смотрите у нас есть типа вот такие лепешки они хрустящие потом у нас есть чипси ну смотрите они реально похожи на чипси те которые мы покупаем только картофель не это у нас банановые и у нас есть тоже типа чипси но они больше уже похожи на сушеный банан который мы привыкли с вами покупать и украшаются там торты и все прочее но давайте мы попробуем класс я не знаю слышно или не слышно было но это прикольно капец они хрустящие реально знаете вот если вы пробовали хоть раз его в жизни батат это что-то между бататом я обычно картошкой он слегка сладковатый но в конце есть превышен для нас картошка это очень прикольно и интересно классный это именно под пивко как по мне замечательный закусом давайте попробуем вот этот это реально как лепешечка тоже хрустит внутри мягко кстати есть здесь полностью они хрустели и похоже сто процентов на чипси то здесь похоже даже не за как объяснить ну реально на лепешку картофельную лепешку которые со снаружи она хрустящая внутри она мягкая вкус такой же классно например утром я вместо хлебцов может быть использовала бы вот такая лепешечка поставила бы крем-сыр там может какой-то слабосоленый лососик авокадо это тоже очень приятно и очень прикольно и попробуем вот эти вторые наши чипси слышите они вообще не хрустящие они более мягкие реально мягкие ну тоже такой привкус картошечки батат что-то скрешенное классно то есть эти три вида приготовления бататом как по мне просто замечательные это например на утро или на обед под какой-то бутик это пивко а это просто если что-то хочется погрызть а не знаю что хочется это замечательное решение поэтому если вам понравилось сегодняшнее видео ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал попробуйте батат обязательно и до новых встреч пока